Всем привет! Илья Маликов из группировки Harden Dura Root. Добро пожаловать ко мне домой. Сегодня мы поговорим про то, про то, что нужно было давным-давно рассказать. Про экипировку для мототриала. Я вскользь всегда упоминал, что ее гораздо меньше, что ее гораздо проще надеть, что когда собираешься с ней в поездку, она занимает очень мало места. Но тем не менее, обсудим сверху донизу всего мототриалиста, что must have, что по желанию и что точно нельзя делать. Погнали! Чтобы быть максимально объективным и честным, я буду в видео использовать только ту экипировку, которую сам попробовал, в которой сам покатался, потому что что толку взять новый чистый ботинок из магазина, где говорят некоторые обзорщики-блогеры, пожимать и сказать, о, здесь отлично он сжимается, мол, это будет вам очень удобно или наоборот здесь хорошая защита. Все, что здесь представлено, все так или иначе я пробовал на себя. Давайте начнем, наверное, с головы. Самое важное, что у нас есть, это голова. В России не так много триалистов, но, тем не менее, есть три варианта, в чем катать мототриал. Самый первый и, наверное, логичный вариант для всех, это взять свой мотокроссовый шлем и кататься в нем. Даже если вы берете самый легкий шлем, как вот у меня в свое время был Six Days Aero, это не очень хороший вариант по двум причинам. Во-первых, он вам все-таки тяжелее. Во-вторых, очень много, что нужно смотреть под ногами. Вот эта вот часть, которая в мотокроссе, в эндуро вас защищает от ударов в стенку, не знаю, в песок, в бревно, все что угодно, в мототриале она безумно мешает. Потому что все время нужно смотреть вниз, и вот этот вот намордник перекрывает часть обзора. Ну и третье, наверное, вентиляция. Все-таки в мототриале, чем больше у тебя открытое лицо, тем легче дышать. Если у вас совсем все бюджетно и плохо, вы не можете купить себе еще один шлем, но есть мототриальный мотоцикл откуда-то, то, да, использовать кроссовый шлем можно, но старайтесь все-таки переходить на специальные, специализированные триальные. Все-таки не просто так люди придумали другие шлема. Есть еще один вариант, один из наших цехомальников долго его использовал. Он взял вот такой вот пенопластовый велосипедный шлем и в нем триалил. В этом есть доля здравого смысла, потому что мототриал не на профессиональном уровне, то есть на том, на котором уровне находимся мы все вместе с вами, он практически не травматичный вид спорта. Но все равно, все-таки велосипедный шлем, он предназначен для небольших велоскоростей и так далее. Когда сверху пойдет какое-то препятствие, сверху пойдет мотоцикл, хорошо бы подножка не прошла вот сквозь эту щель, дырку и не вошла вам в голову. То есть все-таки оставим велосипедные шлема только для велосипедов. И последний вариант, он самый дорогой, по той причине, что вам придется купить новый шлем, который есть. Реально шлемов не так много, всего две компании представлены на нашем рынке. Одна из них испанский производитель шлемов Хэба. Это тот случай, когда я выбрал подсознательно шлем Хэба за два года до того, как мы стали с ними партнерами, они начали спонсировать меня своими шлемами. Это карбоновый шлем, он весит 890 грамм, идеально садится на голову. И вы видите, да, нет никаких дыр, которые могли бы при падении мотоцикла сверху на голову не выдержать. Вот, он действительно очень легкий, хорошая продуваемость, но я вам так скажу, что даже в этом шлеме хорошо позанимаешься мототриалом, голова раскащегаривается, потому что, несмотря на то, что мототриал вроде как бы не тяжелый мотоцикл, который не нужно таскать, вроде как не очень большие скорости, вы устаете полностью, вы потеете полностью и так далее, и так далее. Поэтому этот шлем, которого нету подбородка, в общем, это идеальное решение для мототриала. Единственное, что меня смущало поначалу, это то, что когда я надевал этот шлем, я сам себе напоминал американского полицейского, который остановил какую-то тачку и подходит такой, типа, покажите ваши лицензии и держите руки на руле. То есть меня это немножко эстетически смущало, но когда пришлось тренироваться в специальных лосинах для мототриала, шлем, про шлем я уже забыл. Что касается защиты грудей, у Hebe есть решение для груди, но, опять же, я для себя катаюсь в обычной футболке и сверху вот джерси, он ничем не отличается от других джерси по составу, качеству или всего остального, просто на ней написано TRS, то есть мармарка мотоцикла и по свету подходит к мотоциклу. Поэтому здесь нет никаких советов, любая джерси вам подойдет. Единственное, что все время, пока тренируюсь мототриал, я ни разу надевал ни черепаху, ни панцирь, потому что все-таки нет вот этих вот супер ударов, хотя никто не говорит о том, что занимать мототриал вы не можете наткнуться на руль, на ветку или на еще что-то, но вероятность и скорость будет гораздо меньше, поэтому это свобода от того, что у вас ничего не сковывает сверху экипировки. Дальше то, о чем все говорят, но мало кто использует, вот в таких лосинах катается 95 процентов цивилизованного мототриального мира. Если вам кажется, что как-то так и одену лосины, и меня не поймут настоящие эндуристы и мотокроссмены, окей, если вы приехали на тусовку к ним, одевайтесь как хотите, но если вы приедете на какую-то тусовку в триальную и приедете в своих кроссовых штанах, ну, на вас посмотрят как на идиота, потому что то свобода действия и ту необходимость свобода действия, которая нужна для мототриала, она сильно отличается от кроссовый эндур. Кросс эндур, вы стоите на подножках, у вас в целом ничего, а здесь с ногами происходит просто без безумство, они сгибаются в разные стороны, их именно надо контролировать, и когда вам предложат заскочить вот на такой высотой стенки, вы поймете, почему вам мешают ваши кроссовый эндурные штаны, то есть это на самом деле удобно, ну, цивилизованно что ли, пока мы к этому, конечно, сложно отходим, у нас не так много людей в России, кто катается. Здесь есть колени, есть несколько вариантов, есть как в дорожных джинсах, когда у вас просто сеточка и вы в нее вставляете на колени. Здесь предполагается, что должен быть коленка на липучке, я таких не нашел у нас, поэтому достаточно долгое время катался просто вот с такими мягенькими коленками и один раз, конечно, нормально так приложился к коленам и после этого задался вопросом, что все-таки надо что-то решить. Брессе кататься сразу нет, то есть отметать эту идею. Пару месяцев я успел прокататься в пластиковых накладках на колениках, такие самые простые варианты. Думаю, что у всех мотоциклистов в самом начале именно такие наколенники есть, но последний самый лучший вариант, которым я сейчас катаюсь, это такие наколенники. Что они себе представляют? Представляют чулок, который держится на ноге, вне зависимости от штанов. Чаще всего я катаюсь вообще в ритузах, а не в лосинах, потому что ну кого мне здесь удивлять в лесу. Одеваю самые простые ритузы и под них вот эти вот чулки, в которых встроен уже наколенник. Сейчас на улице достаточно холодно и он жестковат, но когда он принимает температуру тела, то это очень мягкий материал, который при ударе становится жестким. Когда вы двигаетесь и совершаете какие-то маневры на мотоцикле, за счет того, что он мягкий, он вас совершенно не сковывает. Это прямо в деле. Ну как только происходит удар, сразу становится жестким и спасает именно от такого вот прямого попадания чего-либо там. Ну скорее всего это будет либо бревно, либо мотоцикл. Это прям реально за это могу топить, потому что ну я совершенно случайно, когда был на фабрике Хебу, Хайля, такой говорит, слушай, а на коленке у них есть? Я говорю, да, есть вот такой вариант и я уже практически месяцев не гоняю, каждое утро не гоняю, это круто. Я думаю, что для большинства именно тех, кто долго занимается триалом, вот это решение еще неизвестно и я думаю, к нему надо прийти. Теперь про мотоботы. Самое логичное решение для начинающих реалистов, у кого есть эндурный или кроссовое прошлое, а взять свой ботинок с мотокроссовой или эндурной и начать в нем триалить. Я вообще по-моему начинал триалить в городских мотокедах, потому что здесь очень много чего сковывает. То есть, да, он бы защищать будет гораздо лучше, чем мотокеды, но при этом вам нужно прям вокруг подножки тоже чудеса и калибристики проявлять и вот эти вот ботинки они будут вас защищать. Поэтому после этого я взял себе мотоботы Ахеба, вот если сравнить по весу, то он где-то раза в два легче и по высоте, по высоте, да, видно, это один и тот же размер, но при этом у них там пять сантиметров разница, да, то есть у вас получается, что и вот эта вот свобода перемещения, то есть вот он гораздо больше дает возможности ноге вот изменять геометрию ботинка и для мотокросса это конечно плохо, да, потому что щиколотки у вас должны быть защищены, когда вот у вас вот так вот начнет после трамплина закручивать. Здесь таких нет, здесь нет скоростей, поэтому ваша задача носок здесь защищенный, защитить подошву, но вот здесь вот супер какой-то защиты не должна быть, поэтому они достаточно мягкие и вот здесь такое неожиданное решение, наверное, пришедшее из сноубордических ботинок, здесь идет трос и специальный вентиль, который его просто закручивает. Я, на самом деле, на это немного повелся, мне показалось, что это быстрее, проще и лучше затягивает, но на самом деле это оказалось настолько долго каждый раз затягивать его туда, что и начал искать еще варианты, какие могут быть, хотя вот одна липучка и трос. И нашел вот тоже вариант еба, опять же повторюсь, да, вот я специально их не мыл, хотя не специально, я просто редко мою мотоботы. В этих ботинках я сейчас тренируюсь каждое утро, это идеальный вариант, опять же, да, сравним высоту. Он, по-моему, еще, еще, да, сантиметров 7 разница, он еще меньше по высоте, он также легко изгибается, что очень хорошо для мототриала. И здесь две застежки, одна липучка, то есть это очень быстро все делается. В общем, это те две траты, которые вам нужно будет сделать вместе с треальным мотоциклом. Это шлем треальный и мотобот. Мотоботы треальные. Занимаясь кроссовым шлеме или в кроссовых ботах, у вас будет неполноценное представление о том, что можно делать с треальным мотоциклом. Субтитры сделал DimaTorzok